Амбулатория в посёлке Советское Руно. Максимально типовая для сельской местности постройка с типовой же биографией. 60 лет без капитального ремонта. И теперь то крышу ломит, то плитка отваливается. Но это далеко не все проблемы, рассказала одна из сотрудниц амбулатории. Требует ремонта всё. Начиная с крыши, цоколя, снаружи, снутри, вся проводка уже всё, уже и воды. Вот сегодня даже прорвало у нас воду. Всё требует ремонта. В амбулатории не хватает медиков. Врачи приезжают из Ипатовской районной больницы, либо сами пациенты едут в город. А вот ещё один больной вопрос этой амбулатории. Представляете, есть машина скорой помощи, а водителя у неё нет. Вот и приходится врачам ездить вот так вот по селу к своим пожилым пациентам на велосипеде. Медучреждение посетил в ходе рабочей поездки в Ипатовский округ спикер Думы Ставрополя Николай Великдань. Во время разговора с коллективом отметил, амбулатория включена в список наказов от жителей округа. И включена также в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Капитальный ремонт пройдёт в 2023 году. Делать так, делать его, наверное, по-настоящему, значит, с учётами благоустройства, кабинетов, значит, и оборудования, чтобы здесь люди могли себе прийти сюда и почувствовать себя. И принять те процедуры, которые назначил, значит, врач. Решат и кадровый вопрос. В посёлке выделят жильё для проживания врача, которого направят из районной больницы. Ещё одна точка поездки – поселковый дом культуры. ДК чуть младше амбулатории, ему всего за 50. И да, он тоже нуждается в ремонте. Особенно впечатляет состояние кресел в зрительном зале. А ведь это точка притяжения жителей посёлка. И чтобы ДК не стал точкой отторжения, уже проведена работа. Власти округа подали заявку на включение объекта в федеральную программу сохранения и развития культуры. Здесь начинают нас с порога, всю инфраструктуру, все, значит, коммуникации, значит, зал, конечно, сцену привести его в порядок. А вот что в посёлке хорошо, так это спортивная площадка в центре и пешеходные дорожки. Построены они по губернаторской программе поддержки местных инициатив. Это пример того, как в маленьком степном посёлке можно сделать жизнь лучше. А следить за переменами в Ипатовском округе продолжат Алексей Форсиков, Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.